Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Можно, конечно, описывать пейзажи, можно писать человеческие портреты, чем я, собственно, и занимаюсь большей частью, но есть еще предметы и явления, в которые иногда приходится волей или неволей соваться в нашей жизни, поскольку обойти грязь не всегда возможно, особенно у нас в нашей драгоценной стране и в нашем особенно драгоценном регионе, чреватым такими суровыми погодными условиями. Ну, еще и известной долей разгильдяйства, это безусловно. Про что бы хотелось в дальнейшем спеть, ну, наверное, спеть, наверное, имеет смысл показать какой-то портрет, нежели нарисовать какой-то пейзаж, поскольку люди, я все-таки считаю, интереснее, чем деревья, реки и песок и камни, и также трава и т.д. и т.п. Хотя, есть, наверное, поэзия, которая с удовольствием это делает и делает это блестяще. Есть, наверное, и песни, которые начинаются с пейзажа, а заканчиваются какими-то трагическими последствиями. Например, шумел камыш, деревья гнулись. Все начинается с камыша, а заканчивается все совершенно трагической развязкой, нелегальной любовной связью. Или шумела, гремела, буря, гром гремел. Вот, а в конце концов, оказывается, что на самом деле в этот момент войска Рубного Кучума атаковали нашего доблестного Ермака, и он там затонул в 12 кольчугах. Ну, примерно то же самое и происходит в нашей жизни сегодня. Правда, трагедии стали поменьше, а камень стали побольше. Ну, допустим, распишите или напугать сегодняшнего человека гораздо тяжелее, чем человека, допустим, 20-летней, где-то 20-летней давности, да, взрослого человека, я имею в виду. Вот, с детьми-то вообще все очень серьезно. И это, собственно, наверное, в этом и заключается, заключается вся проблема сегодняшняя. На человека очень трудно стало воздействовать. С одной стороны, он закрылся от негативной информации, с другой стороны, он потерял чувство безопасности. Что немаловажно становится в сегодняшней жизни, я считаю, что жить сегодня нисколько небезопаснее, чем даже 200-300 лет назад, когда, отойдя от 100 километров от города, вас мог сожрать волк или медведь. Сегодня опасность заключается в другом, и она, я считаю, не менее серьезна. Ну, следующая песня как раз будет про это, наверное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это уже публицистика. Вот такая, да, вот такая маленькая трагедия в стиле «Короче». Это как в свое время был такой театр из Кемеров. Он представлял такой замечательный проект, как новый театр. Театр для простых людей. И вот там была такая рубрика, как маленькие трагедии в стиле «Короче». Какая красивая музыка. Кто написал? Ты. Ну, я. Ну, пошли выпьем. Моцарт и Сальери. Вот примерно то же самое. Сейчас и прозвучало, на мой взгляд, я не знаю, как на взгляд других, вот из этой гитары, из этого, собственно говоря, из этого голоса. Как можно играть, петь на гитаре и играть на голосе? Это тоже такой современный интересный перефраз. И чтобы, как бы, правильность русского языка все-таки возобладала, иногда приходится, иногда приходится не смотреть телевизор и не слушать радио, особенно. А авторская песня сейчас далеко ушла от размышлений о судьбах Родины? О традиции Галича и так далее? Песня далеко ушла сейчас, как, собственно, и многое остальное искусство, в рассуждениях о судьбах Родины. Дело в том, что сегодня судьбы Родины, они находятся не в таком тяжелом, плачевном состоянии, как во времена Галича. Все-таки массово не забирают, да, и даже выборочно забирают далеко не всех. Какие-то, я считаю, что если говорить сейчас о том, что диктатура какая-то в обществе, то это какая-то детская диктатура, инфантильная, я бы сказал, отчасти. Если говорить о репрессиях, то это опять же отдает каким-то просто инфантилизмом и пародией на то, что было. Все-таки мы движемся вперед, и уже старых вот этих вот вариантов, вариантов угнетения общества, угнетения людей, их не вернуть. Другое дело, что само общество стало аморфным. Если сейчас вести, допустим, репрессии того класса, то, конечно, у нас будет, скорее всего, ничего не останется. Алексей, вот вы 20-летний тогда уже сочиняли? 20-летний я сочинял, но... А сейчас вам 40... 45. 45, 25 лет. Вы сейчас как бы другой поэт? Ну, я бы сказал, да, я другой поэт. Хотя человек... А поэзия все еще жива? Поэзия бывает даже местами чересчур жива. Это я говорю у вас, потому что многие ведь спокойно могут как бы петь свои песни 20-летней давности, как бы всю жизнь, если они хорошие, а почему нет? Ну, надо идти вперед. Вот, и если ты считаешь, что то, что ты делал 20 лет назад, это хорошо в виде, в котором оно есть, то ты, наверное, зря все эти 25 лет выходил на сцену и что-то делал. Ну, сделал бы ты это в 25 лет и гулял бы свободно. Просто, вот, не знаю, какой пример привести, ну, хотя бы Олег Митяев, что ли, да, вот, когда в молодости свои тоже, да, мы его пели. Сейчас я вижу, да, он ушел вперед, но он молодой мне нравится больше, чем он сейчас. Да, он там поет Бродского тоже и все, но это все не то. Трудно. Понимаете, мы за ним не угнались, что ли, получается, он ушел от нас. Ну, видите, у каждого, я смотрю на это с более психологической точки зрения, у каждого свой путь, чтобы написать что-то стоящее, у каждого свой путь, чтобы исписаться. Можно 10 песен написать и уже из них петь. И хорошо, если дальше ты ничего сочинять не будешь, если понимаешь, что это будет хуже того, что ты уже сделал. Вы будете петь на песни года, да, в Барт-Кафе? Да, я буду песни петь на песни года. Старые, новые? Старые, ну, новые, там условия такое стоят, что нужно выставлять в основном то, что написано в 2017 году. В 2017 году написано не так уж много, дописано еще меньше до конца, поскольку многое приходится пересматривать и редактировать. Если я что-то достаю из архива, даже не 20-летний, 10-летней давности, я там многое изменяю, потому что... Но мы тоже, у нас называется живая поэзия, поэтому просим вас спеть про сегодня, про сейчас. То есть сочинилось то, что недавно, про сегодняшние ощущения. Споем. Брат сиреского звука щемит нездоровый сустав, и гриф на твоей ладони, как черная ветка в руке, сопротивляться участи, подчасти перестав. Ты понял, что твое место в этом санюханном кабаке, и твой хозяин, старый и жадный козел, урезая тебе карар, прижимая оклад. Все время долгонит, что ты без него был оборван и зол, тем самым приуменьшая твой в общее дело плат. Ты знай, что с этой стати дважды платит скупой, ну а пока не платит, знай свое дело, бой, бой. Пой, даже если твой голос, как банда осиджих хотят, бой, даже если верхи не могут и не хотят, Пусть неделя начнется, как праздник, а продолжится, как забой, я говорю тебе, бой. Ты в этих стенах похоронен на три четверти, если не весь, Ведь и часы, и нуты летят над тобой, смеясь, как даже по воле ветра, ты не пропадаешь здесь. Твоя крестовая дама опять не выходит на связь, а как дело было еще молодое, И каждый из вас, другого не мучая, был сам себе господин на этой затертой страте. Мы начинали двое, но волей жестокого случая, ты здесь остался один, Но так как она не может другая, как ты не способен любой, значит, у песница дорогая, знай свое дело, бой. Пой, даже если твой голос, как банда осиджих хотят, бой, даже если верхи не могут и не сын не хотят, С неделя начнется, как праздник, а продолжится, как запой, я говорю тебе, бой. На это тело не лезет уже костюм и привычный фраг, так и правда, как на ворожье требует многоты, Ведь все, чем за тысячу верст, неизвестен этот кабак, и ни кухня, ни интерьеры, а как-то ни странно ты, И доктор не зря прописал, типа, валяться на трын-дрове, когда кому в горло подкатит следующий юбилей, Но стоит не сокрушаться, что каша во рту ТВ, или сядь в лужу радио, не вспомнили о тебе, Гостинцы нужны улогим, а ты у нас не такой, значит, товарищ, одна дорога, знай свое дело, бой. Пой, даже если твой голос, как фантазик, не хотят, Пой, даже если верхи не могут, не сын, не хотят, Пусть неделя начнется, как праздник, а продолжится, как запой, Пой, даже если верхи не могут, не сын, не хотят, Абсолютная песня для навальновцев, вы бывали у них на митингах? Я бывал у них на митингах, вот эти, я знаю ситуации, когда с утра пораньше верхи не могут, не сын, не хотят, да. Я бывал на митингах у навальновцев, и я знавал ситуацию, когда свои верхи и низы с утра не могут, не хотят. Во всех отношениях? Во всех отношениях, да. Фраза проверенная. Но у них, если вы бывали, у них какая энергия, вы там подпитываетесь энергией у этого нового поколения? Ну, как сказать, у нового или у старого поколения. У них тоже есть свои песни, кстати. У них тоже есть свои песни, и дай бог, чтобы у них, они дальше пелись. Я подпитываюсь их энергией, я отчасти разделяю взгляды, особенно о сменяемости власти. Я считаю, что в себе, да и в России из-за того, что власть не менялась и достаточно долго. И это касается не только политики, это касается и культуры. Сегодня все очень сильно убиваются, потому что уходит старое поколение артистов, старое поколение поэтов. Это действительно серьезно, потому что замены-то нет. Достойный на сегодняшний момент, ну, на виду хотя бы нет. Вот тех, кого любит транслировать наш эфир сегодняшний, официальный, там ничего такого, чтобы их на сегодняшний момент могло заменить того же, ну, скажем, того же Евтушенко, или в театре того же Калягина, или того же Табакова. Ну, нет ничего, простите. А кто в этом виноват? Я считаю, я скажу, договорю, я считаю, что виновата система, система воспитания этих самых кадров от искусства, потому что, ну, и система вообще положения, потому что, ну, приходит серьезный человек, талантливый и способный пробивной, и садит себе никакого зама. Он, соответственно, уходит на пенсию или в доски, а этот никакущий зам остается и становится, простите, фигурой номер один. Это вы сейчас про худруков театров говорите? Это я говорю вообще глобально, про поэтов и про учеников. Можно быть поэтом и продвигать кого-то параллельно, вот, как своего любимого ученика, несмотря на то, что он никакущий. Есть просто разница между хорошими мальчиками и между талантливыми мальчиками и послушными мальчиками. А как сложилась ваша судьба профессиональная, вот, помимо песен? Тоже в медиа? Ну, как складывается. Относительно скверно, пока я что-то находил в этом, я там работал. На телевидении работали? Да, нет, на телевидении я мало работал, в основном подрабатывал. Я работал в основном на радио и в печати. А сейчас я пока что не вижу ничего, под что бы можно было подписаться. Ну, а получать маленькие деньги за скверную работу, это, простите, не очень хочется. Ну, а получать деньги за творческую работу получается, вот, за свои стихи? Вы знаете, не всегда. Приходится заниматься в каком смысле вымогательством. В некоторых случаях. Ну, а в бард-кафе это гонорар вам будет? Когда будете наступать? Не знаю, не обещали, там обычно ничего не платили. Это так. Вообще, вот, это я, когда Сергей Тарази был, спрашивал, а вот это внутри, как она работает? То есть, барды могут как-то, хотя бы чуть-чуть, вот, на это тоже на это дожить? Как-то он ушел от ответа искусственно. Ну, я вам скажу, что оно начиналось, собственно, как место такое достаточно, нет, туда, там собирают. Дело в том, что сейчас пейм на импорт не работает. Экспорт, вернее, она работает в основном на импорт. К нам очень много кого привозят, от нас не везут фактически никого. Ну, если не брать, конечно, таких уже зубров, официальные, там, театры, официальные какие-то филармонические объединения, ну, и то, я скажу, оборот, не в нашу пользу. Что ж, Алексей, все, кто хочет, увидят вас на «Песне года», это будет по 14 декабря или 16? 14 декабря, по моим данным, 14 декабря. У нас песня не остается на целую песню времени, вот на куплет давайте. На куплет, ну, давайте. Да я бываю зол, когда бываю занят, Но бросить все к чертям я не могу, поняв, Что дан набор призов и сборник наказаний за лучшие, Что есть на свете у меня. Но, коль ночной кошмар дожмет себя до пота, Ты вызови мой дух из радужного дня, Когда я лучшим был на свете для кого-то, Ты лучшая, что есть на свете у меня.